Одеться и выйти на улицу. На это обычное действие у Александра Павловича уходит больше времени, чем у большинства людей. Ведь все приходится делать на ощупь. В его руках белая трость. История белой трости началась в 1921 году в Британии. Молодой профессиональный фотограф после несчастного случая потерял зрение. Чтобы люди заметили его, перекрасил трость в белый цвет. Александр Павлович выходит гулять, когда позволяет погода. В своем дворе Александр Смоленцев знает на ощупь каждый сантиметр. Говорит, что когда в 1971 году из-за болезни потерял зрение, то долго блуждал. А теперь сходу определяет, где какой подъезд. Прогулка окончена. Возвращаемся. Прежде чем зайти в подъезд, Александр Павлович тщательно вытирает обувь. И эта небольшая деталь многое говорит о человеке. Внезапную слепоту он воспринял как данную. Жить-то нужно. У меня после операции чувствительность нарушена. А у незрячего это самое главное чувствительность. В руках. Трудно было. По первости пообещали, что через полгода будешь видеть, конечно. После операции. А потом, когда я приехал на консультацию, говорю, так вы же сказали, что через полгода. Ну так, всяко бывает. Отговорились, короче. Александр Павлович научился читать книги по специальной методике. Сейчас читает о жизни маршала Рокоссовского. В отделении общества слепых был участником ансамбля «Непоседы». Пел и читал стихи. Стихотворение мне написал наш перуральский поэт Василий Макаревич и отцок. Стихали про такого? Его, правда, сейчас тоже нет, умер. Про матерей. Мы любим жен и уважаем. Ведь так оно должно и быть. А мать свою мы забываем. Ту мать, что подарила жизнь. Ту мать, что долго нас качала в простой качалке по ночам. Ту мать, что бабушкою стала сыночком нашим, дочерям. Ведь нашей матери не надо губной помады и духов. Она довольна, очень рада от наших теплых, нежных слов. Что стоит нам зайти попутно, спросить маманя, как дела? Ведь наша мамочка как будто за это денег не взяла. Иные скажут, надо взвесить. Мол, возражать будет жена. Не надо, матерей не десять. Родная мать всего одна.